Сегодня у пользователей интернета в почете фитнес-леди в купальниках, фотографии органической еды и бессмертная любовь к котикам. Но на просторах всемирной паутины можно отыскать и людей с куда более специфическими интересами. Например, любители чесночного хлеба. Здесь не делятся рецептами или эмоциями после плотного чесночно-хлебного завтрака. В действительности вряд ли все 535 тысяч участников уплетают острые гренки каждый день. Но их объединяет нечто большее – странные мемы. Пользователи генерируют смешные картинки не первый год. Как правило, на злобу дня. Главное – правдиво. В Фейсбуке существует странный приватный чат под названием «Оцени мой экран». Участники беседы фотографируют обычные башенные экраны на фоне красивых закатов, хмурого неба или в окружении бетонных многоэтажек. Но все, кто осмеливается сказать хоть слово, ждет бан. Блокировка, стало быть. Попасть в чат очень непросто. Члены тайного объединения приглашают только тех, в ком уверены на все сто. Понимая всю серьезность ситуации, издание «Бузфит» отыскало создателя культа. Им оказалась 19-летняя девушка из Дублина Зои Холман. На одной из вечеринок с друзьями она поняла, что башенные экраны – это вещь. Начав свою историю с четырех участников, тайное сообщество вскоре разрослось до несколько сотен адептов. Ну, хоть убейте меня, хоть убейте, хоть на язык отрежьте, что я... Вот прекрасная мысль насчет языка. Вот уже несколько лет существует сообщество. Красивый темнокожий мужчина пьет чай или кофе и устанавливает контакт глазами. Как это выглядит? Публикуются фотографии, соответствующие жестким критериям. На снимке должен быть изображен афроамериканец. И, судя по контенту, администратор старается отбирать только самых-самых. Кружки в руках героя, особых требований нет. Они могут быть маленькими, большими, керамическими или даже металлическими. Но молодой человек обязан пристально смотреть в кадр, чтобы ощущался тот самый зрительный контакт. Как следует из названия пить можно только чай или кофе. Еще одно важное правило, несоблюдение которого незамедлительно ведет к бану. Никакого хейта. Критики, то есть. Комментаторам разрешается хвалить героя, восхищаться им. Но ни в коем случае нельзя задавать вопросы или подвергать концепцию сообщества сомнению.